Итак, сегодня я хочу рассказать вам о таком металле как итрий. В периодической таблице химических элементов итрий находится в третьей группе и причисляется к так называемой группе редкоземельных металлов, в которую входят еще скандии и все лантоноиды. В природе итрий встречается в составе минералов, содержащие редкоземельные металлы, в частности в ксенотиме. В производстве итрий довольно сложно отделить от других редкоземельных металлов, но цена на него все же не очень высокая, около 10 евро за грамм. Внешне итрий выглядит как серебристо-серый металл, устойчивый на воздухе, благодаря плотной оксидной пленке, покрывающей металл. Плотность у итрия небольшая, он достаточно прочный и эластичный для изготовления из него таких сувенирных монет. Даже при прикаливании на воздухе итрий не загорается, только слегка покрываясь оксидной пленкой. Хотя мелко измельченный итрий отлично горит на воздухе и даже самовоспламеняется, например, при натирании на точильном круге. Искры горящего итрия имеют яркий белый цвет из-за высокой температуры горения. При сгорании итрия на воздухе образуется оксид итрия, применяющийся в составе красных люминофорах в смеси с Европием в старых кинескопных телевизорах. Также оксид итрия при нагревании излучает свет вследствие эффекта кандоалюминесценции, то есть, простыми словами, преобразования тепловой энергии в световую. Такой эффект используется в калильных сетках для газовых ламп, которыми пользуются в походах и на улице для освещения. Сам по себе металлический итрия по активности напоминает лантаноиды. Он также хорошо реагирует с кислотами, например, с соляной, с образованием хлорида итрия и водорода. Хлорид итрия применят для очистки металлического итрия. С более слабыми кислотами, например, с уксусной, итрия реагирует с образованием оксалата, который распадается на гидроксид итрия вследствие гидролиза в воде. Кстати, в щелочи гидроксид итрия слегка растворяется, что говорит о его амфотерности, наподобие соединений скандия. Сейчас металлический итрий применяют как добавку к слиткам циркония, молибдена и хрома для уменьшения размера кристаллов металла, а также в сплаве с алюминием. Итриевое напыление на детали двигателя внутреннего сгорания позволяет увеличить износостойкость деталей в 400 или 500 раз. Чистый оксид итрия переменяют для создания самой распространенной на данный момент высокотемпературной сверхпроводящей керамики, температура сверхпроводимости которой около 90 кельвинов или минус 183 градуса по Цельсию. В таком состоянии эта керамика теряет все внутреннее сопротивление и приобретает уникальные свойства. Такую керамику можно использовать для изготовления, например, магнитных подшипников, а также специальных сверхпроводящих лент, образующие основную часть термоядерного реактора Takamaka, например, который находится в России. Также из оксида итрия изготавливают итриевые минералы, гранаты, являющиеся эффективными фильтрами радиоволн. В итоге можно сказать, что итрий очень необычный и полезный металл. Ну а если вы хотите узнать и про другие элементы, не забывайте заглядывать на наш сайт с интерактивной таблицей элементов, с помощью которой можно удобно смотреть видео по элементам, узнавая при этом много нового и интересного.